всем привет с вами авто мпс и у нас сегодня fiat 500 абсолютно белоснежный такой же как снег такой же как солнце яркий интересный очень маленький автомобиль но мне он не я сегодня буду его разносить а тебе придется защищать но раз придется попробуем защищать будем искать плюсы поехали ну что у нас упражнение кто кого да на перегонки я естественно буду еду с выключена электроника в ручном режиме коробки но я поеду как девочка не отвлекал так на самом деле не очень большой диапазон регулировок главная проблема в том что руль не регулируется по вылету потому что ну то есть если я хочу если я сажусь нормально по ногам то меня руки едва то есть вот по ногам не хочется сесть вот до упора я отодвинулся до упора я бы еще бы на щелчок двигался назад при том что я не самый большой человек на свете но при этом руль я держу на вытянутых руках что неправильно чтобы удобно держать руль мне приходится еще сильнее передвигаться ноги согнуты есть регулировка по высоте но при этом сиденье все равно очень высокие то есть ты сидишь еще на какой-то табуретке ну не для высоких вообще ни для кого не понятно может тебе будет 3 2 1 поехали ну можно сказать что мы стартовали то есть я буду ехать через коле еда запах сцепления 1 100 я ничего не я стартовал с одной педали то есть я убрал ногу с тормоза добавил газу и и все и она тут же запахло вот прям я не пришлось долго упрашивать она еще и сама периодически выжимает сцепление это робот с одним сцеплением и он периодически сам выжимает сцепление если пробуксовка слишком большая то есть управление и тяга и тут как бы нет есть 5066 но посмотрим все честно я двигаюсь вперед и сидение немножко назад и ручку вот так вот сверху называется хват верхний попугай может двумя руками сверху взяться так будешь как верхний попугай есть нижний попугай почему попугай ну попугай видела как сидит на жердочке а точно похоже а теперь до ремена не достать что там там есть такой вот рычажочек готова собью я оператор или нет по одним больше не меньше 3 2 1 пошли я буду аккуратно при этом обрати внимание она сама подскальзывается то есть даже с включенными кроникой она может уйти в занос легко ну просто будьте готовы я медленно я медленно привычка где ручник все почти до полной остановки сюда же да да ну не торопись не торопись все равно проиграем где-то даже в нем что-то есть он интересный на хорошем асфальте на небольших скоростях ну там не знаю 80 километров в час в нем есть кайф у него есть руль в нем приятно стоп ну ладно 54 4 секунды поиграл а подумать можно ну да так маленький капотик раньше здесь когда-то давным-давно был уже на самом деле багажник ну когда это был настоящий 500 сейчас под маленьким капотиком который кстати гнется смотри он вот он просто он играет сам по себе мотор нас на самом деле самый большой из того что доступно по объему это 1.4 для европейцев и раньше продавался в россии мотор 1.2 у европейцев даже есть двухцилиндровый мотор twin air объемом 0.9 а ты знаешь такое мопар нет ну как ты думаешь это фирма аккумуляторов мопар это американское подразделение крайслера которое занимается тюнингом как применить эту информацию как этот аккумулятор попал под капот фиата я не представляю ну то есть это такой разрыв для человека который понимает это просто разрыв шаблона потому что ну по словам мопар у тебя ассоциируются драгстеры мой мозг не обременен этой информацией ни с чем не ассоциируется просто фирма аккумуляторов если про мопар ты знать не хочешь ну наверно действительно не надо то тебе точно нужно знать в какую из двух емкостей ты будешь заливать незамерзайку тут есть две крышечки раз и два индексы совершенно одинаковый рисунок совершенно одинаковый и там и там нарисовано лобовое стекло и его омыватель то есть символ вроде бы понятный но зачем два бачка и какой из них нужно заправлять какой не нужно заправлять ну видимо один на идет на лобовое стекло и на задние другой идет на фары очень практично потому что на моей машине каждый пятый раз срабатывает омыватель фары туда уходит треть бака и да то есть это не отключает гениально сама по себе итальянцы молодцы предусмотрели но какой из бачков какой мы благополучно не знаем инструкции в автомобиле у нас нет мы позвонили в салон спросили нам тоже не сказали сказали что есть два бачка какой из них куда ну в общем наливаете в один смотрите что будет ну вот и дальше потом я крестиком маркером этот не заправлять а как тебе черная изолента смотри как нам вот это вообще как будто наши парни в гараже намотали шелковую какую-то ленту ну так чтобы все держалось и не отвалилось ну а чем итальянцы хуже они у себя там в турине точно так же намотали завернули собрали кое-как все игрушечное аккумулятор маленький двигатель видно вот он скрыт под воздушные вот это все истории да но он прям маленький но при этом сто сил ну для этого автомобиля я бы сказал что наверное достаточно то есть не считая коробки передач мотор это достаточно он как бы слабоват на низах но наверхат нормальный есть бодро весело было бы меньше наверное было бы совсем грустно с этим мотором хорошо большего мотора для этой крапузи наверное не надо какой расход у нее порядка 8 литров в городе ну как ездить если есть так как мы сейчас ездили по площадке вот 12 до при спокойной езде 8 литров в городе честных зимой с прогревами с отмораживанием кстати нагревается достаточно быстро и печка более-менее начинает быстро работать подогрева сидений кстати не предусмотрено ну типа так надышите ну пока игорь расставляет конусы для того чтобы мы ездили по кругу я решил немножко прокатиться по городу в одиночестве потому что конечно на треке вообще не понять по снегу что это за автомобиль коробка передач работает очень неплавно очень резко переключает тычки постоянные то есть оборотами работает довольно грубо поэтому пока пока прости меня фиат ты мил очарователен но пока минус как бы я не пыталась обнулить показания расхода средней скорости в поездке да как это обычно бывает я так и не нашла как это сделать тут написано для сброса удерживайте окей но тут всего три кнопки плюс минус и меню она же выход я ее держала секунд десять ни к чему не привело может я туповатенькая для этой машины я не понимаю надо видимо читать инструкции вот я при вас держу 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 они не сбрасываются кофе капучино заказывали я тут рассказываю о всяких штуках которые дошла ты знаешь как сбрасывать да на торец на какой-то торец вот на этот торец да вот друзья пришел игорь и все мне объясню да я сбросила рейс а я не могла найти эту кнопку средний расход сейчас мы с вами фактически расход сможем посмотреть вообще лежачий полицейские будут они были когда они остались замечены но зря кстати игорь говорит что она жесткая такая прям нет я не чувствую этого нет никаких в принципе звуков в подвеске в этом плане все тихо церкала я не скажу даже что удобная ну хотя обзор вроде есть но вот почему-то мне сейчас инстинктивно потянуло заглянуть в мертвую зону ну может просто непривычно почему нет зеркала почему у пассажира зеркало есть а у водителя нет что это такое сейчас мы попробуем разогнаться и вы посмотрите какие колебания машины при сильном разгоне вот она переключает передачу даже с третьей на четвертую огромный такой получается переход я не знаю как это правильно назвать ну вы меня поняли и в общем то все увидели сами вот на данный момент мы едем со скоростью примерно средняя скорость 21 километров в час ну мы едем сколько 7 минут 5-7 минут средний расход у нас 10 литров по-моему много для такой малютки которая весит всего тонну расход по городу 10 литров при скорости ну да там такое плотное движение 20 километров 25 километров в час при том что я вообще не газую не стартую не тренирую и все делаю очень плавно расход все равно пока оставлять желает лучшего хотя вот потихонечку снижается на ней очень опасно вставать просто накатом потому что мы не в режиме драйв а получается у нас постоянно встает на нейтрале она сама то есть если я не держу тормоз машина тупо катится опасно вот я по привычке если честно по привычке просто отпускаю и спокойно стою себе в пробке нет так нельзя так получается что эту машину я все ругаю 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 друзья ну вот правда мне она очень нравится внешне милое такое создание прекрасное дизайнеры молодцы но все как-то вот сделано прям не по-людски все гремит все эргономика все вот все неудобно но увы я бы с радостью сказала что эта машина лучшая в мире и я себе на следующей неделе так куплю нет не куплю никогда ну вот прокатилась я несколько километров по бороду делаю определенные выводы первое лепестки переключения поворотников совершенно неудобно мало того что они очень далеко находятся от руля они еще очень тяжело переключаются то есть я несколько раз просто с него соскальзывала так как он такой вот круглый и приходится там дублировать и уже не первый раз я представляю если девушка с какими-то руками поменьше пользуется этим поворотником в принципе у меня довольно большие руки ну ей просто надо прям совершить отдельный ритуал с этим поворотником что-то не очень хорошо второе постоянно меняющиеся цифры на табло сильно отвлекают цифры крупные и ты все равно всегда краем глаза вот эти вот прыгающие цифры видишь я не знаю каково ездить ночью когда темно на улице насколько яркий экран наверное регулируется яркость но тем не менее вот прям постоянно глаза туда падают и ничего хорошего к сожалению похвалить пока прям вот эту машину я не могу она шумная у нее свистит панель где-то там пластик у нее шумит свистит печка как сверчок у нее шумит крышка багажника плохая шумоизоляция ну выглядит прикольно и внутри тоже очень прикольно по крайней мере пока до определенного до определенной кучи километров итак мы решили немножко усложнить задачу круг стал быстрее то есть это не змейка это именно уже такое ну более-менее скоростная какая-то траектория но с учетом того что мы едем по снегу под которым укатанный специально залитый лед вот готова да секундометр и спи офф она не совсем отключается но буксовать позволяет 3 2 1 я сейчас попытался тронуться плавнее вот так себе этот моторчик он 1.4 и получается что он на низах на низах его мало на верхах его вроде как-то на верхах он рисковат ой первое первое получается что первой не хватает он оборотистый он веселый можно все проезжать смело на первой оп и я дернул за ручник она видимо выжила сцепление сама и отказалась разгоняться стоим 46 а надо в полную остановку ну конечно финиш базы я чуть раньше нажала 43.77 итак секундомер да 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 авто да вот это вот это включено все включено да все готово ага 3 2 1 поехали а мы здесь прямо конечно пока мне что-то трудно про нее сказать ну жестко ты чувствуешь то есть кочек то нет толка довольно жестко вот ее несет вот ее несет это я не очень умею и аккуратненько тут забор мне страшно что она вообще не хочет разгоняться она вообще не хочет да не успеем мешать ну 36 ну ладно мне можно ну ну как тебе вообще ну вообще очень забавно в салоне все потому что ощущение что она игрушечная ну она вот такая как будто вот мультяшная какая-то да она вот такая из мультика про тачки да и вроде как бы даже сказать что тут жесткий пластик мягкий пластик он блестящий ну он все еще странно кожзаменитель я думаю что просто салон убивается да нет я думаю что это кожа очень быстро это итальянская я посмотрела текстуру у меня ощущение это итальянская кожа гусиная настоящая итальянская ну слушай ну это не дешевые автомобили я думаю здесь кожа должна быть настоящая на сиденьях сверху вот эти вот ну просто это все светленькое поэтому это все марка естественно очень и светлое три пирсные сиденья тряпка ну красиво пачкается красиво мне нравится блок климат-контроля он однозонный она красивая вот в салоне очень мультяшно но конечно полное отсутствие эргономики вот мне посадка вот расстояние от руля до педали до сидений учитывая что руль не регулируется по вылету мне вот прям ну совсем неудобно в ней а открой окошко проветрить а вот контроль окошек я искала довольно долго потому что здесь у нас только настройка фар зеркал ой настройка да зеркал а вот здесь совершенно нелогично на мой взгляд но тем кто знаком с Рино Логан тем более в обратную сторону то есть они у меня все как-то наоборот не ну нажал упал ну в общем вот они по центру ну так же как на многих на самом деле бюджетных фиатов еще у меня очень так неожиданно большие тяжелые двери ну чтобы маленького автомобиля мне тоже кажется что их можно было сделать нормальными потому что назвать все равно здесь невозможно то есть это большие двери дают тебе иллюзию того что ты можешь сдвинуть переднее кресло и как бы посадить кого-то назад но сзади все равно здесь невозможно сзади да но за мной нереально просто ну вот за тобой еще может быть как-то ну а за тобой вообще в принципе только ребенок да то есть тут вот зазор от подушки до спинки переднего сидения ну там и так солнышко пригрело и багажник наконец-таки открывается он вот здесь по цифре 500 он будет всегда грязным поэтому открывает лучше в перчатках либо в чем-нибудь да здесь под полом ну как бы есть запаска это докатка здесь же есть инструмент так что девочки если справитесь то можете сами на дороге поменять колесо благо колесо маленькое легенькое шумоизоляции на кузве нет но зато сама полка она хоть и гибкая но более-менее толстая так что ну какое-то подобие изоляции здесь есть и у Насти есть специальная универсальная гитара измерительный сегодня да и спрятать гитару в багажник это конечно друзья утопия потому что ну в общем это все невозможно никак официальный объем багажника 185 литров у него очень смешно отделаны спинки задних сидений теоретически они складываются разумеется получается ступенька багажник становится ну каким-то более-менее нормальным ну как не знаю как у Шкода Октавии в пятиместном варианте 550 литров если я не ошибаюсь будет объем багажника это сложить сиденья да смешно то что они металлические то есть вы сюда можете наложить не знаю кирпичей чего-нибудь тяжелого и при торможении они спинку скорее всего не пробьют но кирпичей вы сюда просто не наложите если повезете гитару то красную ленточку чтобы было видно да а багажник будет выполнять роль спойлера создавать прижимную силу закрывается багажник вот такой маленькой удобной петелечкой забирай гитару итак ты бы себе завела ну как второй автомобиль для передвижения по мегаполису возможно потому что она маленькая она юркая а первый геленваген наверное первый автомобиль ну какой-то посерьезнее должен быть потому что на ней совсем а зачем тогда этот автомобиль если есть что-то посерьезнее ну к примеру масштабами геленвагена или двухсотого например для комфортных поездок уже за город куда-то а это чисто по городу ездить вдвоем максимум потому ну может ребенка сзади посадить потому что ноги девать взрослым там некуда багажника почти нет гитара у меня уместилась только на заднее сидение причем уперлась сразу в две стороны то есть как бы не сантиметра больше но мне не практичен такой автомобиль я у него вижу один плюс и очень много минусов плюс это интересная внешность он неплохо едет он более-менее драйверский но при условии идеальных дорог но для драйва ему не хватает ни мотора ни коробки ни подвески чтобы ездить по каким-то не идеальным дорогам так что вот заметный такой яркий плюс один это яркая красивая внешность и этот автомобиль нужен на дорогах просто для того чтобы разбавлять тонны солярицев риву ну и так далее то есть он просто украшает дорогу да но шумный тесный с дурацким роботом и пахнет сцеплением да жженное сцепление это наше все но она красивая правда она очень стильная красивая по этому автомобилю моему моей старшей дочке совсем скоро исполнится 18 лет она планирует получить права она планирует ездить на механике и прокатившись на этой машине она уже сказала что вот такую штуку но с механикой она бы себе на 18-летие хотела покупать ее новые нет никакого смысла к тому же сейчас машины с механикой не продаются только вот с этим самым роботом ну и за какие-то бешеные деньги за которые можно купить там любой нормальный человеческий автомобиль да там может быть даже с полным приводом потому что больше миллиона а слегка бушный достаточно надежным вот этим самым моторчиком с простой механикой то есть с простым железом за 400 может быть 500 тысяч рублей мне кажется очень неплохой выбор для начинающего водителя но повторюсь который готов ездить на механике потому что робот невозможен с вами был блог авто МПС хорошего дня не забывайте подписываться на наш канал удачи 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 удачи